Добрый день. Добрый день. Моя фамилия Петров, я записан к вам сегодня на прием. По какому вопросу? К вам должны были прийти результаты моей цитологии. Так, от кого вы пришли? От вашего эндокринолога. Ну, расскажите, я вас первый раз вижу. Я наблюдаюсь в вашем центре уже больше 10 лет. Каждые полгода я выполняю УЗИ и сдаю кровь, анализы крови на кальцитонин, РЭА. Кальцитонин? Да, кальцитонин. Что вас удивляет? Я не знаю, вы врач, вы должны лучше знать. Так, подождите, сейчас посмотрю. Как ваш вымелья? Петров, Петров Геннадий Александрович. Ну, у вас все плохо. Что плохо, объясните. У вас рак щитовидной железы, он очень плохо лечится и довольно запущенная стадия. Нет, этого быть не может. Я же наблюдаюсь у вас 10 лет. Как вы могли упустить это? Ну, я вас первый раз вижу. Я не знаю даже, от кого вы пришли, поэтому... Ко мне какие претензии? Нет, смотрите, это же может быть не мой результат. Ну, я знаю, что врачи часто ошибаются. Возможно, и сейчас это ошибка. У меня нет сомнений, что это ваше стекло и ваше цитологическое заключение. Если вас что-то не устраивает, вы можете пойти к другому врачу. Да, я, наверное, обращусь к главному врачу. Где его найти? Идите куда хотите. Дискуссия у них возникла. Это два врача. Это Семен Сергеевич Артемьев, который выступил в роли злобного врача, безразличного врача. И Александр Сергеевич Митрофанов, который также изобразил пациента. Просьба. Так, Екатерина Николаевна, к вам первое слово. Ваше видение проблемы и почему... Что неправильно сделал Семен Сергеевич? Значит, вот очень коротко. Говорить нужно не когда ты хочешь говорить, когда тебя слушают. В этом контакте контакт вообще не установлен. Если разбить вообще контакт на четыре этапа, это всегда есть установление контакта, иногда уходит секунды, иногда минуты. Совместное обсуждение проблем, совместный поиск решения, завершение контакта, человек уходит. Как правило, Максим Андреевич совершенно прав, на это уходит меньше времени. Установить контакт. Контакт не установлен. То есть, доктор отвлечен. Более того, это российский вариант. Такой обезглавленный контакт. Что это значит? Ни персони в ситуации, ни доктора не представляются, не спрашивают. Сразу понятно, что когда пациент называют фамилию, после этого он снова его переспрашивает. То есть, мысли доктора были совсем не здесь. Отсутствие заинтересованности. Ее нельзя изобразить, ее можно только чувствовать. То есть, установлен контакт, допустим, и не просто там, как бы, что чувствует пациент. Он чувствует пренебрежение. Это всегда усилует агрессию. Он чувствует игнорирование. Он чувствует безразличие. И ощущение, кто такой, откуда пришел. И, как бы, я уверен в том, что у вас ужасный диагноз. Естественно, контакт не завершен. Вот, идите куда хотите. То есть, здесь прямая почти такая конфронтация. Вот, а без установленного контакта дальше можно того, еще вводу в ступени 15 минут, хоть часа. Там все равно будет конфликт. Это устанавливается в первые минуты, в первые секунды. Спасибо. Спасибо большое. Алла Алексеевна, вам слово. Ваше, три слова. Ой, так все сказано. То есть, такое хамское отношение врача к пациенту, знаете, то есть совершенно... Оно в жизни бывает. Мы специально именно... Да-да-да-да, бывает. Я потом могу прокомментировать, если есть вот такое отношение, что как прокомментировала моя мама. Ну, как бы вот такое... Хотите, я вам расскажу? Это две секунды. Давайте, две секунды. Значит, моя мама идет к врачу. Значит, я звоню, я говорю, как твои дела? 80 лет. Она говорит, ты знаешь, я была у окулиста. Я говорю, ну и как? Она говорит, ты знаешь, сказала мне капать капли и через три месяца прийти. Я говорю, ну и прекрасно это самое. Ну, все равно. И вот она на врача. Она это бухтит и бухтит, бухтит и бухтит. Я говорю, мам, подожди. Я говорю, ну что, тебе врач все сказал. Я говорю, врач, скорее всего, пожилой. Нужно ввести в возвода. Она говорит, да, пожилой там это. То есть я поняла, что они поговорили. Я говорю, мам, 15-8 минут на врача глазного. Я говорю, он тебе все объяснил. Тишина такая. Я говорю, мам, ты знаешь, я решила, что все, закончить разговор с мамой. Я ей говорю, мам, ты знаешь, да эти врачи, а мама с хорошим чувством юмора. Я говорю, да врачи эти такие мерзавцы. При этом мама знает, кем я работаю 40 лет. А вы знаете, что такая тишина? И мама мне говорит, да еще какие. И я, понятно, вот и все как бы здесь. Я, конечно, закончила разговор и, если честно, заревела, потому что мне так обидно было. Поэтому, наверное, вот это классная ситуация. Спасибо большое. Максим Андреевич, коротко. Да, коротко. Я абсолютно согласен, что в данной консультации абсолютно не было первичного контакта между доктором и пациентом. Это сразу видно по нескольким таким вещам. Прежде всего, доктор не соблюдал зрительный контакт. Он смотрел в телефон, а не пациент, поэтому пациент ему был совершенно неинтересен. Он не представился, не назвал свою роль в консультации пациента. Кто он? Это доктор или медбрат или кто-то еще? Он действительно задал открытый вопрос, зачем вы ко мне обратились. Но невербально это было сказано, что у меня, к сожалению, сейчас нет времени, зачем вы ко мне пришли. И по сообщению плохих новостей. Конечно, пациент вовсе не ожидал это услышать, поскольку он действительно сказал, что наблюдался в течение 10 лет. И доктору нужно было, скажем так, более заинтересованно и транслировать желание помочь. В этой консультации, к сожалению, этого не было. Спасибо большое. Действительно, несогласие. Спасибо большое. Давайте второй ролик мы сейчас покажем. И прошу не судить строго. Ну, больно. Да, да, да. Извините, ради бога, можно сказать, краткое дополнение, очень важное. Да, конечно, конечно. По поводу времени опять, ограниченного. Самый быстрый способ установить контакт, озвучить свое чувство или пациента, понимая ваше расстояние. Неприятно сообщать неприятные новости. То есть это, как бы, здесь очень большое значение имеет вербальная, как бы, коммуникация. Простые слова, которые нужно сказать. Очень простые. Очень простые. Вот не хочу сообщать дурную новость. Боюсь вас огорчить. Или, допустим, вы видите, что он расстроен. Понимаешь, что вы расстроены. Все. И этого достаточно, как сказали. Спасибо большое. И действительно, прошу не судить строго, поскольку у нас врачи не артисты, но они очень старались. Следующее видео, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Какой вопрос у вас? Моя фамилия Петров. Я записан к вам сегодня на прием. К вам должны были поступить мои анализы. Цитология. Так, а кто вас направил ко мне? Эндокринолог вашего центра. Я наблюдаюсь у него уже больше 10 лет. Да, я что-то такое слышал. Она мне говорила по поводу вас. Мы каждые полгода с ней выполняем УЗИ щитовидной железы. Я сдаю анализы крови на кальцитонин, РЭА. То есть, было подозрение на медулярный рак щитовидной железы? Почему вы выполняли анализы крови на кальцитонин? Ну, к сожалению, я не знаю. Она мне не объясняла. Поэтому недавно один из узлов щитовидной железы увеличился. И она сказала, что необходима пункция. Так. Петров, да? Да, Геннадий Александрович. Смотрите, по результатам цитологии у вас подтвердились злокачественные клетки в щитовидной железе. И уровень кальцитонина тоже говорит о том, что мы можем заподозрить злокачественное образование щитовидной железы. Объясните, как это может быть? Я же 10 лет наблюдался. Это не может быть ошибкой? В теории, конечно, это может быть ошибкой. Я могу вам предложить повторно сдать анализ пункции щитовидной железы. И уже дальше будем сопоставлять все данные и решим, какую дальнейшую тактику будем применять к вам. Я думаю, так мы и поступим. Да, включила. И изменилось отношение. И, конечно же, врач вникает в проблему. Екатерина Николаевна, вам слово. Врач вникает в проблему. Ему дают все изначально конфликты. Хотя здесь вот тоже есть эти моменты. Это называется «папа с кем-то сейчас разговаривал». Тут представился. Имя для того, чтобы сказать, генерал-станк, допустим, и дальше по типу. Контакт деперсонифицирован. Что еще здесь важно? Пациент находится на стадии отрицания. То есть, как бы, у него есть ощущение, что это может быть ошибка. Врач понимает, что это отрицание. И он очень правильно делает, вот здесь очень такой хороший ход, что мы можем еще раз проверить. Конечно, теоретически это может быть. То есть, деперсонифицирован, это вообще характерно, понимаете, не только для онкологов, но это вообще для большинства врачей характерно. Но здесь, короткие, вот по поводу взгляда. Здесь очень правильно, что мне очень понравилось, делая доктор. Нельзя смотреть, понимаете, там пристально, с видом того, что ты сейчас вынесешь какой-то жуткий вердикт. Вот, то есть, у него короткий, непристальный взгляд, прямые глаза. В нашей культуре обязательно предполагается, это там несколько секунд, и отвел взгляд. Потом снова встретился, для того, чтобы отследить реакцию пациента. Вот, но остается деперсонификация. Но у нас пациенты не избалованы, этого достаточно для того, чтобы снизить конкретную ситуацию. Спасибо большое, действительно, как важны некоторые моменты, большое спасибо за комментарии, как важны некоторые моменты, взгляды и прочее, это имеет очень большое значение. Максим Андреевич, Вам слово. Радко, действительно, в этой консультации, благодаря тому, что доктор изначально соблюдал зрительный контакт, вот этот момент приветствия и установления первоначального контакта, оно было более успешно. И также соглашусь, что доктор предложил варианты. Да, когда пациент находился в стадии отрицания, он предложил варианты, а не в виде патроналистической модели общения, сказал, как отрезал. То есть предложил какой-то один вариант, он предложил пациенту выбор. И я думаю, что такой пациент больше доверяет доктору. Да, и более того, может быть, тот выбор, который был предложен, он впоследствии не будет реализован, но, во всяком случае, на момент вот этого серьезной ситуации, она была сглажена. То есть вот это вот действительно очень важно, да. И, Алла Алексеевна, вам слово. Знаете, а вот, ну, поскольку у меня иногда все-таки приемы немножко расширенные, чем вот у вас так вот ограниченные, знаете, я всегда заканчиваю прием, знаете, чем всегда говорю, ну, ну, что, поехали? То есть, знаете, то есть вот, ну что, начинаем работать вместе? То есть, знаете, или, например, то есть это все настолько индивидуально, знаете, вот, ну, в этой ситуации я, может быть, знаете, вот молодой человек сказал, ну, я вижу, все равно ты как-то огорчен, там, да, вот, ну, какие-то слова, знаете. Это ваш опыт просто уже позволяет. Да, наверное, то есть вот по опыту, то есть вот я понимаю, могу я здесь сказать или нет. Иногда я это говорю, и достаточно часто, или что-то не так, вы устали, знаете, то есть вот я всегда какое-то слово вот, ну, заканчиваю чем-то вот такой прием, то есть вот какого-то участия, знаете. Вы все-таки принимаете его как близкого тоже, и вы не безучастны к его судьбе. И вот о чем говорила Екатерина Николаевна, что вы обязательно, контакт у вас налажен. Да, то есть, знаете, и вот этот момент, и вдруг он поворачивает голову, и может сказать, что вы знаете, да, я говорю, и поскольку понимаю, что тоже время ограничено, там, да, я могу просто сказать, эй, парень, за работу, нет времени, там, знаете, Но вы не всем это скажете, вы скажете именно тому пациенту, который это примет, потому что вы, сидя с пациентом рядом, вы обязательно изучаете этого пациента, любую реакцию на ваши слова, вы уже фиксируете, вы воспринимаете, уже мозгом понимаете, что что вам можно сказать этому пациенту, а что нельзя сказать этому пациенту. Это опыт, я не, как бы, не профессионал, я всю жизнь была анестезиологом, реаниматологом. Спасибо большое, спасибо большое, мы переходим ко второму этапу, Этапу, идем, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте, зачем вы ко мне пришли? Моя фамилия Степанов, мне назначили лечение в другом центре, но там сказали, что нет технической возможности провести это лечение, и я пришел к вам за консультацией. Так, сейчас я посмотрю в документах, как вы сказали ваша фамилия? Степанов, Степанов. Степанов, а инициалы? СС. А, ну, все понятно, вам же назначили там лечение еще два месяца назад, где вы ходили все это время? Ну, знаете, скажу честно, я боялся начать лечение, и я боялся. Чего вы боялись? Боялся начать лечение. Ну, я скажу вам так, что вы уже достаточно долго ходили, потому что процесс уже достаточно запущен, и у вас метастазы с обеих сторон в лимфоузлы шеи. Я думаю, вам нужно вернуться в другой центр, в тот, в котором вы обследовались изначально. Что значит метастазы, и насколько все запущено? Сколько мне осталось? Это не моя проблема вам это объяснять. Я думаю, вам стоит вернуться в тот центр и решить ее с ними, собственно. То есть вы мне не можете ничем помочь? Нет, к сожалению. Возвращайтесь в другой центр и лечитесь там. Добрый день. Здравствуйте. Моя фамилия Степанов. Меня назначили лечение в другом центре, но там сказали, что нет технической возможности провести его. У меня злокачественное образование о нем на миндалина. Я, правда, ничего об этом не знаю. Хорошо, хорошо. Сейчас я ознакомлюсь с документацией, чтобы понять получше. Как вы говорите, ваша фамилия? Степанов. Степанов. А инициалы ваши? СС. Хорошо. А, все, я вижу, да. Смотрите, лечение вам назначили уже около двух месяцев назад. Что-то произошло в этот период, что вы не могли обратиться? Вы знаете, скажу честно, я боялся обратиться к врачу и начать лечение. Ну, это нормальная ситуация, потому что многие люди боятся своего диагноза и не могут стойко принять его. Поступим так. Я предлагаю вам повторить МРТ, повторить УЗИ, чтобы понять, какое распространение у нас на данный момент. И тогда уже назначим лечение и начнем его. Но я же делал МРТ. Зачем повторно делать? К сожалению, прошло уже два месяца, и мы не можем быть уверены в том, что болезнь не распространилась дальше. У вас уже два месяца назад был достаточно распространенный процесс. То есть, была поражена немная миндалина, и были метастазы в лимфоузлы шеи с обеих сторон. Вот. Для этого мы сейчас повторяем МРТ, повторяем УЗИ, и затем вы приходите ко мне снова на прием, и мы решаем с вами, когда мы начнем лечение. Доктор, а насколько все критично? Какие у меня перспективы? Сколько мне осталось? Смотрите, я ознакомился с результатами гистологии. У вас по результатам гистологии есть ассоциация с HPV вирусной инфекцией, то есть с вирусом папиллома человека. Это говорит нам о том, что прогноз у вас благоприятный при должном лечении. И поэтому, если мы сейчас обследуемся и начнем химиолучевую терапию, то я думаю, что мы справимся с этим. То есть, шанс у меня есть? Да, конечно, шанс есть всегда. Спасибо. Я к вам пойду через неделю. Запишусь тогда. Хорошо, я вас буду ждать. Большое спасибо. Мы запустили оба видео. Технически так получилось у нас. И действительно, как видите, у нас поменялись ролями доктора, и сейчас у нас Александр Сергеевич доктор. И, как видите, проблемы все-таки... Основная проблема... Во втором видео, мне кажется, тот взгляд был поменен, взгляд у Александра Сергеевича, и тут же поменялась ситуация. Екатерина Николаевна, вам слово. Святая правда. Правда, я бы сказала, что можно обращаться не в СС, а в Сергея Сергеевича или Семену Степановича все-таки. То есть, это более гуманистическое общение. Это удобнее, чем говорить «смотрите» постоянно. Но здесь есть включенность. Вот антитезой негативному контакту, который всегда вызовет конфликт... Что вызовет конфликт? Здесь есть несколько позиций, которые будут вызывать дискомфорт, усилие, неопределенность. И которые обязательно привык к конфронтации. Это давление, это упрек, как в первом случае упрекает. Где вы болтались два месяца, зачем пришли. Вообще эти вопросы не формат сегодняшнего. Зачем, почему они очень удачные. Вот во втором видео был удачный момент. Что вам помешало встретить? И он излучивая это чувство, боялся. Да, страх – это не редкое состояние. Вот там был контакт уже установлен. Так вот, есть несколько моментов, которые нужно просто для себя знать. Когда мы упрекаем, вот такой первой прокурорческой позиции, допустим, пациента. Он и так-то в страсте и в тревоге. Когда мы упрекаем, давим, не даем выбора, манипулируем, игнорируем, пренебрегаем, у человека возникает чувство дискомфорта. Это мотив чины. Либо в конфронтацию, он говорит, как же так. Либо наоборот, он уходит в себя, понимает, плетью обуха не перешибить. У него возникает обиды, еще более стойкая чувство. У него возникает саботаж требований. Он уходит из этого нашего, как бы, из комплайнса. И это пассивная агрессия. Она еще более опасна. Понимаете? Человек может ничего не сказать. Как говорил мне знакомый доктор. Спасибо, доктор. И жалоба внизу. После этого. Поэтому, когда он выявляет какой-то момент, понимаете, в данной ситуации, здесь второй, как бы, очень неплохой. А в первом, понимаете, позиция такая, достижение превосходства. Вот, то есть, нам, мы не можем достигать превосходства за счет более слабого и беззащитного, за счет больного. То есть, иначе это будет в любых вариантах все равно патерналистов подходит. Вот, то есть, а здесь, как раз-таки, нет диалога. Обычно такие вот монологи. Значит так. Кто такой, ага, то-то, то-то, и то-то. И снова неопределенность поселит тревогу. И не исключено, кстати, что после агрессивной коммуникации, вот такой, у него возникнет на следующем этапе осознания депрессии, то есть, данные данные, да, это большинство безнадежности. Слишком, как бы, неопределенность усиливает тревогу, а тревогу усиливает неопределенность. Спасибо большое. Максим Андреевич. Кратко. В первом эпизоде у пациента не реализовалась своя повестка, которую он хотел сказать доктору, и не были удовлетворены его информационные потребности. То есть, он хотел знать свой прогноз и его варианты лечения. Во втором эпизоде это было достигнуто, благодаря тому, что доктор, во-первых, использовал открытые вопросы, он использовал навыки активного слушания, и всё-таки большее время говорил пациент, и было достигнуто некое согласие относительно дальнейших действий. И это было намного успешнее, чем в первом эпизоде. Спасибо большое, Алла Алексеевна. Ой, даже не знаю, что добавить здесь. Дело в том, что я тоже, когда общаюсь с пациентом, ещё раз подчёркиваю, да, я обыватель, то есть я не проходила никакой... Я простой врач, который просто большой опыт общения с больными. Но вот в этой ситуации, конечно, как ваши инициалы СС покоробило немножко, знаете, всегда, я всегда спрашиваю, как зовут пациента, иногда представляю сама, иногда просто ко мне доктор обращается. И, конечно, нужно дать полностью выговориться больному. То есть я должна выслушать от и до, то есть что он хочет, какие у него там... И вот если говорить об агрессии, конечно, я должна... Это небольшие, как правило, эпизоды агрессии. Такие пациенты не длятся часами, это такие достаточно короткие эпизоды. Но тем не менее, то есть вот выслушав его, то есть вот я говорю, ну, я всегда пациенту, знаете, даю задачу какую-то очень ограниченную. То есть не во времени, там вот туда как-то далеко, вот где-то. Итак, давайте разберёмся с болью. Давайте пошагово с вами решать это. То есть я жёстко, иногда жёстко даже говорю о том, что нет, сейчас решим, и увидите, и давайте посмотрим. То есть вот, ну, вот, наверное, вот эти все добавления, которые... Вот эта доброжелательность, чёткость, и СС тоже покоробила меня немножко. А так, видите, всё было когда добито, всё это милосердно, деликатно. Спасибо большое, Алла Алексеевна. Очень интересные комментарии. На самом деле, действительно, очень важно достигнуть вот такого понимания. И когда ты достигаешь этого понимания, есть такое ощущение, что ты общаешься со своим близким человеком. То ли это родственник, либо это друг. Поскольку здесь появляется такое взаимопонимание, и самому врачу приятно общаться в этой ситуации. Так как у врача тоже агрессия, она может быть. Она может быть спровоцирована и самим пациентом, эта агрессия. Эта агрессия может спровоцирована тем, что врач тоже является человеком. У него могут быть проблемы, у него могут быть проблемы в семье, в момент приёма. И, конечно же, врачу очень трудно справиться с ситуацией, когда огромное количество проблем. Ему нужно очень мило общаться с пациентом, вникать в его проблемы и в его заболевания. Очень трудно. Но, конечно, мы сегодня собрались именно для этого. Для того, чтобы сказать, что врачам надо быть сильнее. И всё-таки очень трудно, вот Екатерина Кланова очень интересная вещь о том, что даже взгляд, он имеет большое значение. Если человек приходит на приём, и доктор никак не реагирует на то, что зашёл пациент, это уже всё. Это уже не успех общения. Даже вот с этого можно начать. И второй момент тоже, какой вот был во втором видео о том, что пациент, который приходит, и мы начинаем его обвинять. Где ты ходил? Если говорить о наших пациентах, можно всем пациентам этим задать вопрос, поскольку голова-шея – это маленькая зона, опухоль быстро растёт, она появляется, пациент боится обратиться, и она быстро растёт. А пациент всё, страх не позволяет ему прийти к врачу. Соответственно, мы понимаем, что он приходит, и мы начинаем разговор с того, где ты был, и что ты хочешь теперь. Вот эти фразы, которые недопустимы в общении с пациентом, поскольку у него диагноз стоит злокачественный процесс, и этого уже достаточно для того, чтобы возник конфликт. Потому что сам пациент начинает говорить о том, что он не заслужил, откуда это ему пришло, что он сделал не так. И вообще врачи все ошибаются, нет у него рака, и вот это отрицание тоже нужно найти возможность, объяснить пациенту, сказать о том, что мы понимаем эту ситуацию, и найти общий язык. Я хочу ещё задать вопрос, Екатерина Николаевна, у нас есть такой вопрос в чате. Не приводит ли такое частое употребление эмпатии к профессиональному выгоранию врача? Скажите, пожалуйста. Слушайте, замечательный вопрос, очень неожиданный. Как раз-таки к выгоранию приводят немножко другие вещи. Когда мы должны уметь погрузиться в этот контакт, вот, допустим, в контакт с пациентом, длится он 15 минут или полчаса, и уметь выйти из него, у тебя должна быть ещё другая жизнь, где ты восстановился, залезал свои раны, нанесённые, как бы, социальным функционированием, и ты снова готов к выгоранию, будет приводить другое. Если мы, допустим, из контакта не вышли, не завершили его, вот я хочу это немножко продолжить, вот смотрите, у каждого есть, что такое незавершённый контакт? После завершения контакта человек свободен, он испытывает сладкое слово свободы, освобождение, вот он закончил, даже негативный диагноз сообщил, мирно расстались, и он готов к следующему. Если он, допустим, как в первых двух этих негативных роликах, проявил себя тем, что он, допустим, там, агрессивно, там, отправил пациента, там, в другой центр, там, к главному врачу, туда угодно, это, как бы, он приходит домой, и вот незавершённый контакт, он начинает вспоминать эту ситуацию, так, будет, наверное, жалоба, сообщат к главному, напишут, такие, и вот это как раз приводит к тому, что человек стремится минимизировать контакты, во-первых, а во-вторых, понимаете, это его эмпатии, ему силы, как бы, отбирает, поэтому, более того, чем больше ты в это погружаешься, ну, завершаешь эти контакты, и умеешь из них выйти, тем меньше ты устаёшь, устаёт от незавершённости, и поэтому, как бы, если у тебя нет от неумения выстраивать определённые границы, поэтому есть люди, которые не выгорают на протяжении всей жизни, есть такая отдельная тема, синдром выгорания, в течение трёх-пяти лет, поэтому, как бы, там идёт минимизация контактов, хочется, чтобы быстрее центр завершил разговор, понимаете, поэтому это, как бы, это другая тема, это важный существенный актив в профилактике. Спасибо большое, Екатерина Николаевна. Вам ещё вопрос. Екатерина Николаевна упомянула книгу, которая должна быть у каждого онколога на столе. Просят вас чётко сказать, поскольку у вас иногда бывает так, что не очень слышно, книгу по психологии онкологических больных. Да. Не могли бы вы продублировать название и автора? Конечно. Это знаменитая книга Элизабет Кюблер-Ротс. Кюблер, Ка-1, Кюблер. Она у нас в переводе. Она называется «О смерти и умирании». Кюблер-Ротс – это психолог, который, как бы, все этапы, и там ты понимаешь, о чём говорить с пациентом. Когда ты не будешь говорить «сожалею», когда ты, на самом деле, там не сожалеешь. Это очень сужает поиск. Это вообще отдельно. Вот у нас все, я считаю своим студентам, это рекомендую и врачам-онкологам. Значит, о смерти и умирании. К вопросу, как-то в Америке, я разговаривала с одним музыкантом в Штатах, у него погиб сын. И когда он сказал «Кюблер-Ротс», я думаю, боже мой, я думаю, что я ослышала. А их, он проходил программу, как бы, переживания и утраты, и для них это такая общая известная фамилия. Она есть на русском языке. И вообще, вот, как бы, там есть очень много хорошей литературы, которую можно прокомментировать. И о том, как иногда вдохновляюще, я, пожалуйста, ещё порекомендую одну книжку, это симптоны, это психотерапия рака. Это не обязательно для психотерапевтов. Она очень, как бы, Симптон называется психотерапия рака. Но это не специальные, как бы, там очень много взять для, ну, очень много можно взять на себя. И потом посмотреть, вот как мешается экзистенциальная проблематика. Есть чудная совершенно книга. Я вам вообще пишет, как писатель. Он впервые в мире создал, так считается, как бы, такой психотерапевтические романы, новеллы и так далее. Очень глубокие, захватывающие чтения, как детективы. Ялом с нашими, как бы, российскими корнями, американский известный экзистенциальный психотерапевт, он, кстати, занимался психотерапией рака молочной железы. Называется книжка его «Шиппенгауэр как лекарство». О заболевшем, как бы, докторе, у него меланома. И как он решает провести вот этот вот, сколько мне осталось. За несколько дней он умирает, за несколько дней. Через несколько дней после окончания группы он умирает, он ведет грудь. Представляющий, как мне он. Большое спасибо, Екатерина Николаевна. Огромное спасибо. Очень интересно. Значит, еще хотелось бы сразу, у нас очень много вопросов, поэтому я коротко тезисно отвечу по поводу все-таки баллов. Дорогие коллеги, большое спасибо, что вы участвуете, смотрите. Вы не волнуйтесь. Вас фиксирует автоматически программа. Вы находитесь в эфире. Вас всех фиксируют. Поэтому не ожидайте, что вам сейчас выйдет окошко, где будет нажмите, что вы здесь. Вас фиксирует программа. И это идет автоматически. Поэтому не волнуйтесь, все будет зафиксировано. Благодаря всех коллег, кто присутствует сегодня в аудитории, кто сегодня выступает. И отдельное спасибо. Здесь сказали актерской игре наших докторов. Скажу спасибо отдельно тем, кто это написал, поскольку они очень волновались в том, что исполнят они это все как надо и нет. И, как видите, во втором видео тоже были огрехи, но они очень старались. Поэтому большое спасибо за комментарий в чате. Следующий вопрос. По поводу сигнала, звукового и так далее. Мы уже обсудили, что баллы начисляются. Есть два больших вопроса. Я их сейчас оставлю на окончание. Но хочу коротко. Очень интересная тема. Выход из контакта. И просят, что нужно осветить и посвятить дополнительное время. Спасибо. Очень познавательно интересно. И рекомендуете ли вы книгу о смерти и умирании для врачей, не онкологов? Не онкологов рекомендуете? Рекомендую вообще всем. Я вот эту книжку даже ввела в список и для наших ординаторов, и вообще для всех. Она очень интересная. Кстати, больше всех сопротивлялись этой книжке изначально в штатах онкологи. Не нужно там с ними разговаривать. Она постоянно действующая семинар. Теперь это общепризнанно. И все эти этапы очень важны. А повторите, пожалуйста, речь о какой книге идет еще раз. Повторите, пожалуйста, да. А это о смерти и умирании. Это кюблероз. Вот. Спасибо большое. И еще вопрос. Значит, как выходить из ситуации? Это я отвечу на этот вопрос коротко. Как выходить из ситуации, когда пациенты консультируются в федеральных центрах, им назначают дорогостоящие препараты, которых не было на периферии. Пациент приходит с выпиской, требует лечения именно по рекомендованной схеме. Ведь подача заявки на препарат, одобрение, и пока все это поступит, занимает иногда и месяцы. Мне хотелось бы сказать коротко достаточно. Поскольку нам действительно приходится назначать дорогостоящие препараты, мы проводим это все через онкологический консилиум, в котором участвует несколько специалистов. Обязательно административный ресурс включается. И хотелось бы сказать о том, что мы не пишем в заключении о том, что обязательно именно этот препарат. Мы можем указать, и обязательно пишется фраза, при возможности обеспечения по месту жительства. Поскольку не во всех регионах могут обеспечить данным препаратом. И для того, чтобы не было проблем, конфликтов, это тоже конфликты с пациентами, на которые мы обрекаем наших врачей на периферии, мы стараемся этого вообще не писать. Поэтому за этим тоже строго следит административный ресурс. Потому как мы должны понимать, в каком регионе какой препарат. Но мы не должны забывать также, что к нам приходят в центр федеральный пациенты, у которых уже реализовано огромное количество лечения, схем, линии химиотерапии. И на сегодняшний день, если единственным остается какой-то препарат, этот пациент проходит онкологический консилиум, и только после того, как завершится консилиум, принято будет решение общее. Только тогда мы даем пациенту на руки. И поэтому я думаю, что нас тоже должны понимать врачи-коллеги с периферии. И хотелось бы сказать о том, что также... Так, еще сказали абсолютно полезная книга о смерти и умирании для медиков, в том числе Being Mortal от Тула Гаванде. Также переведена на русский «Все мы смертны». Большое спасибо за комментарий. Очень интересно. Вот мы озвучили, чтобы многие, кому это интересно, могли воспользоваться. И еще вопрос. И я так подозреваю, что это пишет. Не подозреваю, я уже до окончания прочитала текст, поскольку он достаточно большой, но я его все-таки прочту. Пожалуйста, внимательно послушайте, коллеги, и прокомментируйте. Эта ситуация мы представляли в видеоролике, а здесь вот написано доктором, который задает вопрос. Этап сообщения плохих новостей пройден. Пациент принял свой диагноз. Врач спланировал линию обследования и онкоцентре и по месту жительства, назначена повторная явка. Пациентка возрастная, в сопровождении дочери, приезжает на МРТ, сообщает о том, что провести КТ по месту жительства можно только, многоточие, позже даты запланированной госпитализации, то есть невозможно сделать вовремя. Я как врач звоню специалистам КТ, договариваюсь провести КТ в день исследования, а пациентка не приходит. Они с дочерью просто сидят в съемной квартире и ждут даты госпитализации. Плюс один-два дня от даты исследования. И в день госпитализации дочь, не объясняя причин пропуска обследования, начинает обвинять врача, собственно говоря, вот этого человека, доктора, который занимался КТ, что никуда не направила и подкинула направление прямо сейчас. Я, несмотря на недообследованность, направляю пациентку на консилиум, потому как сроки госпитализации запланированы на сегодня. У консилиума есть полномочия направить пациентку на обследование здесь и сейчас, что и выполняется. И пациентка поступает в отделение, приносит профильному хирургу подарок. Она меня пишет жалобу. Как реагировать в такой ситуации? Я с пациенткой столкнулась после, при последующих контрольных явках. Конечно, это обидная ситуация, с моей позиции будет пережита. Но хочется понять, где моя ошибка в общении с дочерью пациентки, когда необходимо было реагировать на обвинение, подкинутое направление, двоеточие, ой, простите, кавычки. Я спокойно попросила пройти пациентку на консилиум, то есть она отреагировала достаточно спокойно, доктор. Но на вопрос, госпитализируют ли маму, я ответила правду. Все будет решать консилиум. Скорее всего, да. Жалобы, это так неприятно. Екатерина Николаевна, прошу вас. Да, жалобы, конечно. Вы поняли суть, да? Суть поняли? Я поняла суть. Да. Я поняла суть. У меня просто единственное уточнение. Настолько я поняла, на съемной квартире живут мать с дочерью. Мать с дочерью живут на квартире, и договорился первый доктор об МРТ, но они не явились, просто сидели, ждали госпитализации, а второй доктор, вернее, консилиум, позволил и быстро записал. Они недовольны первым врачом. Все понятно. Как бы прокомментирую. Недовольны первым врачом. Когда, особенно возрастная пациентка с мамой, там, как правило, вот эти, допустим, здесь очень важно наладить контакт, установить контакт. Не с пациенткой даже, там как бы это проще, а с родственником. Потому что, либо мы в ней обретем союзника, либо, понимаете, мы найдем в ней вража. Что значит установить контакт? Вот эта ситуация, когда у нас должна быть на съемной, на какой-либо квартире, у нас должен был быть контакт по телефону, чтобы они не ожидали и там вовремя, там не увидели. То есть, это можно поручить сестре, допустим, потому что здесь был упущен контакт именно с дочерью. И здесь, когда, допустим, они приходят к сопровождению, вам нужно обязательно поговорить, переговорить с мамой, не с мамой, допустим, а с родственником и как бы по всем правилам установления контакта. Вы все поняли. У нас контрольный звонок тогда-то. Мы предполагаем сделать это тогда-то. То есть, все прояснять, поэтапно. И тогда для жалобы нет оснований. А если они ждали, потом сказали, что пришло это поздно, там рано и так далее, там, естественно, возникает конфликт и, естественно, человек волей-неволей все сделан, но тем не менее он огребает эту агрессивную коммуникацию. Контакт с родственниками это вообще отдельная тема, она очень важна. Да, совершенно верно. Потому что и жалобы часто пишут. Мне сами пациенты, и с родственниками. И жалобы в основном такие, как бы, этические ошибки. Там этические ошибки. Спасибо огромное. Я хотела бы единственное добавить Екатерина Николаевна. Значит, бывает так, что вот просто с позиции все-таки, почему это врач написал. Врач переживает, который написал. И самое приятное то, что он не безразличен к этой проблеме, к своей. Почему он должен работать над собой? Почему это произошло? Я могу немного, может быть, со стороны врача объяснить еще одну ситуацию, почему произошло и почему пациентка не пришла на МРТ. Поскольку пациенты находятся в ожидании, они снимают квартиру, они оплачивают эту квартиру, они понимают, что МРТ, о которой договорился первый доктор, это будет, скорее всего, это будет, скорее всего, платно. И поскольку у пациентки не совсем точно, так как врач рутинно принимает большое количество пациентов, он просто не уделил достаточного внимания, как вы верно точно подметили, доминирующий вот элемент в этом общении, это родственница. И если мы понимаем, что она является доминантой, мы должны прежде всего именно с ней наладить контакт. Поскольку мы, она доктор, которая объясняла эту ситуацию и писала нам здесь, упустила этот момент, а родственница, ну, скажем так, она проигнорировала и сделала вид, что не совсем поняла, потому что придется оплачивать МРТ. А так как произошла договоренность, а не реальная запись через поликлинику, почему мы всегда настаиваем на том, что пациент должен позвонить в колл-центр, самостоятельно записаться и прочее, прочее. Но бывает ситуация, когда нужно срочно записать, потому что тяжелый, погибающий и прочее. И тут же надо объяснить ситуацию родственнику. Вот это самая основная, мне кажется, проблема в этом общении была родственнику, что это происходит как обычно именно так, но в вашей ситуации, поскольку так получилось, мы пойдем другим путем и попросим людей, чтобы нам помогли. Нужно несколько фраз, которые бы помогли бы вот эту ситуацию изменить. Так как они оплачивают гостиницу, им придется заплатить за МРТ, возможно, они думают, что они будут обязаны где-то что-то бегать и просить. Они решили, что будет консилиум, что основное они взяли себе в голову, что будет консилиум, который решит все вопросы. Тогда они просто сослались на то, ну, сами себе, как я понимаю, родственники между собой, что, возможно, консилиум примет решение и сделают бесплатное МРТ. Это тоже имеет большое значение. Возможно, здесь вопрос не в оплате, а именно в том, чтобы не идти и не проводить это обследование. Потому что мы часто видим, когда приходят пациенты с родственниками, которые устали от самого больного, и пытаются этого пациента кому-то отдать и передать для курации, но только не они, чтобы они избавились вот как-то, ну, хоть нехорошо так говорить, но на самом деле очень часто мы видим такую ситуацию. Поэтому согласна. А могу я еще добавить чуть-чуть в поддержку этого доктора? То есть здесь вот эта важность правильной формулировки. Вот она выстрела контакты с другими, допустим, и говорит ей, Ольга Петровна, ситуация сложная, я понимаю, есть вопрос денег, есть у вас эта проблема, потому что это нужно будет делать платно. То есть проясните все эти вопросы, чтобы это потом не было, понимаете. И вот здесь буквально несколько вопросов. И чтобы смягчить, позолотить Лёлю, она говорит, Ольга Петровна, далеко не каждый день увидишь такую заботливую дочь. То есть ваша тревога, буквально вашей заботы. Давайте теперь по интиментарию, по алгоритму. Что мы делаем? То есть она должна уйти с состоянием полной проясненности. И когда там приходит тревожный, допустим, или там раздраженный родственник, и мы ему говорим, это, к примеру, то же самое, и мы ему говорим, понимаю вашу заботу, вы очень заботитесь, волнуетесь за родственника. И он, в конце концов, говорит, доктор, вы знаете, вы меня простите, я тут изначально как-то раздраженную. Да нет, я понимаю, это из-за вашей тревоги. Всё, конфликт исчерпан. Тут много таких очень чётких вещей. Спасибо огромное. Екатерина Николаевна, можно вопрос? Конечно. Значит, ну, знаете, бывает, ведь пациенты так лукавят, что ты порой, да, не поймёшь, вот как говорила Замира Ахмедовна, да, то ли оплачивать не хотят, то не договаривают. И как бы ты не вступал в какую-то вот с ними там договорённость, недоговорённость, иногда это не получается, потому что какой-то есть подводный... Даже здесь есть, пациент сопротивляется, продолжает конфликтовать. Если врач даже пытается наладить отношение, вопрос такой, что же делать тогда? И как, например, второй вопрос, Екатерина Николаевна, второй вопрос сразу задам. То есть, а как выйти вот из этой ситуации? Вот ты понимаешь, иногда догадываешься, вот это лукавство порой больного, там, знаете... Вот здесь комментарий, бесплатное обследование, только бесплатное, дочери всё объяснялось. Вот комментарий доктора сама, вот она слушает, и вот она комментирует. Обследование было бесплатно. А дочери всё объяснилось, но, тем не менее, она ушла от понимания. В чём проблема, как вы думаете, почему дочь не приняла это? Да, и как спасти врача, как вот выйти самому доктору из этой ситуации? Жалоба-то написана, да, чтобы вот не впасть в синдром выгорания в итоге-то, знаете, когда бесконечные... потому что синдром выгорания для онкологов это серьёзно очень проблема. Здесь, понимаете, как бы объяснили, заговорили. Вот если вы чувствуете, я сразу отвечу и доктору, который пишет, Алла Алексеевна, и вам. Вот, понимаете, когда у нас нормально завершён контакт, даже неприятный разговор, мы чувствуем освобождение. А здесь вот он заканчивает, нежели вы говорите, спасибо, я всё понял, и уходит, а мы чувствуем снудное какое-то беспокойство, у нас некомфортное чувство. И мы говорим, знаете, вот ещё одну секунду, вот что-то у меня кажется, что у вас остались непроисновленные вопросы. Верно, вот это самое главное. У меня есть ощущение, то есть для быстрого и установления, и выхода из контакта озвучить своё чувство тоже важно. Вы знаете, вот у меня чувство удовлетворённости. У меня ощущение, что вы, допустим, у меня ощущение, что вы на меня одетите. У меня ощущение, что вы на меня совсем правильно помните. Давайте проясним. Вот слово прояснение является вообще в данной ситуации ключевой. И когда мы говорим, давайте проясним, и он говорит, то есть даже это вот невербально, то есть вы ожидали другого от меня ответа, но не оправдываться. Как только вы начнёте оправдываться или чрезмерно, допустим, много говорить, оправдываешься, значит, виноват. В этом плане, ну вот опять же, коротко я не ответишь, но отвечу очень, как бы, попытаюсь коротко, лучше вот эту пассивную агрессию, что такое жалоба? Это пассивная агрессия пациента. Лучше пассивную агрессию перевести в активность, как бы, выявить это чувство. То есть вот это вот, допустим, там, что-то затаил, как будто глина. Да, затаил что-то, да, затаил, и мы говорим, слушайте, у меня какое-то чувство некомфортное, нет ощущения, что у вас всё прояснено. Это ведь не только моё чувство, потому что, ну, как вот мы обычно, говорим, в транспире повторяется в транспире. То, что чувствую я в данный момент, примерно чувствуется как это. Если у меня чувство, как глаза, глухого раздражения, пациент чувствует то же самое. Ну, что-то раздражилось? Вот, то есть, мне бы хотелось прояснить. Вот, знаете, есть хорошая, как бы, терапевтическая поговорка, не умеешь слушать, будешь бегать. Потом, по, начиная от активов, заканчивая, там, не дай бог, сидать. Вот, то есть, вот здесь нужно всегда прояснить. Обязательно. Прояснение ключевое. Спасибо большое. Не были прояснены все вопросы. А, Алексей, я ответила, да, вот по поводу прояснений. Спасибо огромное. Спасибо. И потом нужно понимать, что есть люди с личностными расстройствами, с такими особенностями, которые, что бы там ни происходило, они всегда будут недовольны. И с ними устанавливать контакт сложнее, но тоже возможно. Вот, если вот, опять же, вы скажите, слушайте, вот мы с вами говорим, как будто бы на абсолютно нейтральные темы, а вот я такое ощущение, что, как бы, вы чем-то, вы разочарованы, недовольны. Вот скажите, прямые вопросы. Спасибо большое. Да, 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 говорите, говорите, Екатерина Контактова. И это должно быть, самое главное, чтобы наши, мы об этом не сказали, чтобы наша коммуникация с пациентом, с коллегой, с кем угодно, была конгруентна. Понимаете, то есть то, что мы на самом деле в данный момент испытываем чувства, и то, как мы это делаем, чтобы это совпадало. Потому что пациент, он всегда, как бы, невербально очень активен, настроен, он, как бы, он регрессирует на этот ролик. Вот смотрите, помните, там был второй ролик, и там было сказано, к сожалению, вы ничем не можете, не говорите, к сожалению, ничем. Ну, там же понятно, что это фигура речи. Никакого сожаления у этого доктора нет. Если я, как бы, или когда человек говорит, я рад вас видеть, понимаете, а мы видим, что сто лет бы не видел, и как бы это были самые большие радости. Вот не нужно этого говорить. Вот, то есть, я заблудшен. Вот я сейчас заблудшен, допустим, меня огорчили ваши слова, потому что вот можно сделать такой, допустим, давайте подумаем варианты. Но никогда не нужно использовать формальных фигур речи в общении с пациентом. Вот, то есть, буду рад видеть вас снова, а ты понимаешь, что ты не хочешь увидеть больше никогда. Мы же люди. Вот, то есть, нам нужно с вами будет встретиться, и мы вынуждены будем с вами к этому разговору вернуться. Вынуждены. То есть, иными словами, как бы, вербальной коммуникации мы придаем не меньшее значение, чем невербальная. А точность формулировок, она всегда сокращает контакт. Екатерина Николаевна, спасибо, очень полный ответ. И я хотела бы, чтобы все-таки Максим Андреевич тоже прокомментировал, потому что доктор очень беспокойный, и действительно, очень приятно, что она так беспокоится за свое понимание своей проблемы. Да, я думаю, что это, скорее всего, молодой доктор. Но еще вот вопрос будет к вам, подумайте, взять пациента за руки и спросить, единственная ли это причина переживаний. Екатерина Николаевна, вы подумайте, Максим Андреевич, прокомментируйте действия врача, где вот, на ваш взгляд, все-таки произошла вот эта ошибка. Поскольку все-таки ошибка ляжет все равно на плечи врача, пациент не будет виноват. Виноват все равно врач. Одна вообще из причин возникновения конфликтных ситуаций это несовпадение ожиданий пациента с тем, что происходит в действительности. И как доктор может на эту ситуацию повлиять? Повлиять он может одним из способов это максимальная информированность пациента о всех возможных вариантах развития событий. И в завершении консультации о том, что мы уже говорили, нужно как-то завершить эту консультацию. Важно, чтобы у пациента оставался план А, то есть, что мы будем делать дальше. План Б, что мы будем делать, если наш план А вдруг не сработает. И чтобы вот этот план А и план Б был согласован с пациентом, чтобы было совместное поднятие решений. В качестве плана Б достаточно какой-то альтернативный контакт с пациентом. Это может быть номер телефона регистратуры, электронные почты доктора или что-то еще. Если у пациента возникнут вопросы, он не искал ответы где-то во внешней среде, а смог задать их пациенту. Максим Андреевич, спасибо большое. Очень приятно, что мы все вот сейчас занимаемся этой проблемой. И поскольку здесь ситуация действительно сложная, мы, когда принимаем пациента, стараемся в своих приемах, действительно, у нас есть, как говорил Максим Андреевич, мы уже определились с этой проблемой, обязательно составляется план лечения, план обследования, четко все проговаривается и все обязательно прописывается. Но хотелось бы сказать о том, что когда мы пишем пациенту, и пациент задает вопрос, вы мне все напишите, мы должны обязательно все проговорить, то, что мы написали, потому что когда мы напишем, пациент может не прочитать, он может потерять, он может сказать, что ему ничего не сказали, обязаны были сказать. И обязательно, как говорит Максим Андреевич, мы эту проблему тоже решили уже давно в отделении у себя, мы обязательно даем телефон, но не регистратуру, а именно отделение. Максим Андреевич знает тоже, Да, вот о чем он говорит. У нас есть телефон отделения, конкретно можно написать и в WhatsApp, и в соцсетях. То есть мы даем тут же визитку отделения, где на протяжении того времени обследования или лечения пациент будет находиться в постоянном контакте с врачом и доступ к почте, ко всем соцсетям, которых WhatsApp и прочее, то, что у нас есть именно отделение. У нас имеют доступ все врачи и отвечают каждый этому пациенту, обязательно находятся в контакте. Мы контролируем, если кто-то не успел ответить. Второй врач обязательно стоит на подхвате и помогает либо ответить, либо передает слово врачу, который ведет этого пациента. То есть вот эта командная работа в отделении, она должна присутствовать. Невозможно, например, относиться к пациенту только один пациент твой, а остальные пациенты тебя не касаются. И ничего страшного нет в том, если вы будете иметь информацию о пациентах всего отделения, несмотря на то, что это не твой пациент, а пациенты отделения. Если будешь иметь информацию и к тебе подойдет этот пациент, ты можешь обязательно поговорить с этим пациентом и передать ту информацию, и можешь помочь доктору лечащему, что-то беспокоит этого пациента. То есть настолько командная игра имеет очень большое значение в общении. И вот о том, что пишет еще вопрос, Екатерина Николаевна, вам вопрос еще один. Стоит ли касаться пациента, успокаиваясь за руку, за волосы, погладить по голове, ну скажем так, образно, но тем не менее эти вопросы часто задаются. Сейчас вот конкретно про руки. Стоит ли взять за руки и спросить? Вы знаете, вопрос, кстати, хороший. Вот, допустим, если в нашей специальности, ну, кроме телесно-ориентированной терапии, очень частного, как бы, случая, у нас недопустим, по сути, как бы, контакт с пациентом телесный. Хотя иногда пациент может, допустим, подойти и сказать, можно я вас не могу в конце приема? И ты разрешаешь это сделать. В онкологии, как раз таки, в нервальности, возможно, я вам сейчас один пример хороший приведу. И когда вот мы, и Алла Алексеевна тоже спрашивала, что-то не то, что-то лукавство, там, знаете, чаще всего какая реакция? Вот вы его взяли за руку, но эти прикосновения должны быть не короткими, вот там вот, не просто там прикоснуться, а прикосновение должно быть очень естественным, у вас должно быть желание прикоснуться. Вот вы прикоснулись и вы говорите, слушайте, Ольга Петровна, вот мы с вами все это обсуждаем, а у меня ощущение, что это не самая главная проблема. После этого чаще всего Ольга Петровна заплачет, вот, и скажет, что да, вы знаете, на самом деле то-то, то-то. А по поводу прикосновений, одна моя коллега много лет работала, не много, но около 10, работала в хосписе у инк-пациентов, и она рассказывает. Ее вначале, потом она, как бы, нашла этому ответ, у нее вначале, как бы, она страшно огорчалась, потому что на ее дежурствах чаще всего умирали, как бы, больные пациенты. И иронизировали там, как бы, ее коллеги, ну, с таким, знаете, как бы, присущим цинизмом. Ну, что, сколько за дежурствами? И только потом она нашла этот материал и поняла, с ней, она очень эпатичная, с ней не страшно было умирать. Пациенты дожидались ее дежурства, чтобы, держа ее за руку, уйти. Это к вопросу прикосновений, потому что с ней было умирать не страшно. А другой доктор, с которым она менялась, жесткая, она, как бы, функционально делала все правильно. Понимаете, даже такие факторы имеют колоссальное значение. Как иногда понимаете, вот, допустим, там, ждет онкологический пациент, там, приехала внучка из другого города, и какая, подержи за руку, и умирает, что называется, у тебя на руках. Это очень интересная, очень важная тема. И вот здесь самое главное, это не должен быть, знаете, такой демонстративно-формальный контакт. Там, допустим, приобнять, там и так далее, чтобы это мне было фамильярно. Вот, то есть, за руку. Очень хороший вопрос. Спасибо, спасибо. И, Алла Алексеевна. Я бы хотела добавить, знаете, я в свое время работала анестезиологом-реаниматологом, и вдруг меня вот директор приглашает работать, так делегирует, заведует отделением хосписа в городском гериатрическом центре. И я начинаю это. Можете себе представить, как мне было тяжело общаться с больными, имея опыт анестезиолога-реаниматолога, который практически всегда молчит, знаете. И поэтому, конечно, такой шквал пациентов, родственников. Мне было настолько трудно, поэтому я у всех все спрашивала, у всех все. Тогда было не так много литературы, вот 2002 год начинала я работу. И поэтому вот в этой ситуации контакт. Я тоже разговаривала с нашими психологами. То есть вот можно ли всех вот пациентов, мне так хочется их всех обнять, так пожалеть, там это. И знаете, чему меня научил психолог? Она мне сразу говорила, говорит, Алла Алексеевна, и вас очень прошу, будет вот такой пул пациентов, которые это не любят, которые этому делать не обязательно, ни в коем случае не нужно этого делать. Но вы всегда можете, я говорю, ну как же, а вот если пациент, например, лежит, знаете, иногда такое бывает, амбре, то есть вот распад опухоли идет. И как будто вот это, и вот чтобы показать, что ты не брезглив, а что ты наоборот хочешь вот поддержать этого больного, вот это прикосновение. И знаете, она мне говорила, что, говорит, Алла Алексеевна, всегда можно протянуть руку, ну как бы предлагая, то есть вот, и если пациент кладет руку, все, он готов в контакт, ну ты можешь тут и обнять его, то есть, ну понятно, естественно, это должно быть очень доброжелательно, чистосердечно все это. Поэтому вот первое – это предложить руку. Знаете, и вот работая столько лет вот в этой палеоативной медицине, конечно, я видела некоторых пациентов, которым было крайне неприятно мое прикосновение. То есть мне так хотелось, вот так уж мне хотелось, там, знаете, поддержать его. Нет, увы, к сожалению, вот, ну меня так приучили, по крайней мере, поэтому такая реморка. Ну, в любом случае, если пациент нуждается, то мы не отказываем пациенту. Нет, 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 что вы, я не говорю о том пациенте, который сам, Нет, нет, мы сейчас обобщаем, да, обобщаем, вот вопрос, который задан, вот мы сейчас и обобщаем, говорим о том, что это возможно. Это возможно? Можно я еще одно слово скажу буквально? Там, понимаете, как, вот, допустим, у тебя возникло, но ты в это время, короткий взгляд, ты встретился, знаете, вот, и когда он уклоняется от этого, допустим, то есть продолжать это движение нельзя. Контакт с этими пациентами, это, правда, отдельная тема, он должен быть очень мягкое приближение, не форсированное, понимаете, не поглощающее. Есть пациенты, для которых вообще прикосновение чужого человека, оно не переносило. Вот, это здесь нужно предполагать его личностные особенности. Спасибо большое. Спасибо большое. И хотелось бы еще, коротко, есть вопросы о видеозаписи. Очень много нас смотрят сегодня. Большое им спасибо. И вопросы задаются по видеозаписи. Хотелось бы сказать о том, что видеозапись вот этого мероприятия будет выложена завтра. Мне вот IT-отдел подал информацию, что в течение дня здесь же на странице эфира портал Life.Nia Oncology, где вы смотрите нас сейчас, правильно я говорю? Да, вот где вы сейчас смотрите на этом же сайте, вы увидите на этой же ссылке, вы увидите завтра, оно будет выложено, видеозапись. И где-то через месяц записи всех докладов будут размещены на официальном канале Инвизионкологии Петрова в Ютьюбе. У нас есть свой канал, пожалуйста, подпишитесь на него, и вы можете смотреть эту информацию. И еще один вопрос, который задается. Хочу коротко, чтобы все прокомментировали. Есть тоже, согласно абсолютно, очень такой вопрос насущный. Как выходить из ситуации, когда видишь пациента и знаешь, что пациент скоро умрет? И начинают ходить родственники, которые не хотят слышать, что их близкий человек умрет. Можно ли говорить родственникам, что пациент в ближайшее время уйдет из жизни? Или не стоит этого делать? Как предпочитает большинство врачей и говорить намеками об уходе пациента? Мы упускаем все юридические моменты, потому как мы не можем все сегодня охватить. Можно говорить, кому можно говорить и прочее. Хотелось бы спросить вот конкретно, если пациент умирает, приходят родственники, каким образом донести, чтобы не травмировать родственников, что пациент уходит? Они не хотят слышать об этом, что он умрет. Как это донести? Екатерина Николаевна, вам слово. Спасибо. Значит, опять же, вот это контакт с родственниками. Особый и иногда более сложный, нежели с самим пациентом. Понимаете, сказать ему на бегу, стимясь, минимизировать, что шансов никаких, это значит вызвать у него сопротивление. В установленном контакте мы говорим обычно так. Прогноз очень осторожный. Понимаете, о чем я? Вот, то есть прогноз очень осторожный. То есть, как бы, динамика, увы, в лицах. То есть, мы, как бы, мы это обрисовываем, когда говорят, это будем, то есть, в данной ситуации у нас родственник находится на стадии отрицания. И мы должны быть готовы провести его через отрицание, через гнев, через сожаление, принятие. И вот это вот уже, как бы, здесь, опять же, кратко не отметишь, но вот это очень важный момент, когда мы говорим не просто об осторожном прогнозе. Мы не, у нас не божественная природа, мы не можем знать, будет, ну, завтра, допустим, там, или послезавтра. Но очень многие родственники, вот я единственную маленькую ремарку хочу сделать. Очень многие родственники, хотя бы, как бы, будут расстроены безумно и будут жаловаться, если им не дали возможности принять последний год. Я на вашем месте, ну, допустим, там, будет очень здорово, если вы с ним побудете подольше. То есть, его нужно подготовить к этому. Моя подруга, которую хотели очень оградить, когда у нее умирал муж, и она не присутствовала во время смерти мужа. Она, понятно, никаких жалоб на врачей, но она была очень огорчена тем, что родственники таким образом ее от последнего, как бы, вздоха, как бы, обереглись. Поэтому вот здесь такие... Спасибо большое, Максим Андреевич. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, спасибо большое. Кратко, иногда эти вопросы, сколько ему осталось, или сколько я проживу, если сам пациент задает такой вопрос, иногда это вопросы чисто эмоционального характера. И именно в этот момент пациента больше не волнуют какие-то конкретные цифры и факты. Ему важно, чтобы доктор эмоционально отреагировал, эмпатически отреагировал на этот вопрос. И, безусловно, нужно сказать, что точных прогнозов никто не может дать, и медицинская наука в настоящее время не находится на таком уровне, чтобы прогнозировать продолжительную жизнь индивидуального пациента. Мы можем, конечно, оперировать какими-то средними величинами, опираясь на данные научных исследований, но, опять же, прежде всего, это эмоциональная реакция. И эмоциональный ответ на этот вопрос. Спасибо большое, Максим Андреевич. Алла Алексеевна, вот к вам привозят пациентов, поскольку вы занимаетесь... Не зря сегодня был доклад, очень интересный ваш, очень объемный, причем вопросов и просят ссылки, как видите, вы зацепили за живое. К вам привозят пациентов, достаточно тяжелых, поскольку вы занимаетесь противоболевой терапией. Вот ваши, как вы видите эту проблему, тоже коротко, если можно, о том, что родственники обычно привозят этих пациентов, они отрицают, что он умрет, это у него просто герпес. У нас была пациентка, которая привезла, пациент был с саркомой Капоши, она утверждала, что у него герпес, и он не умирает. И не умрет. Вот как вы скажете родственнику, что пациент в тяжелом состоянии пришел? Вот, пожалуйста. Ну, вот в ситуации нужно обязательно поступать, вот когда ты сидишь ли ты на амбулаторном приеме, или ты вот готовишься к беседе вот с такими родственниками. Первое, нужно, чтобы в твоей голове вот ты занимался только этим пациентом, то есть не думал, что там по телефону, что мне сегодня нужно вечером сходить к зубному, а то есть ты должен просто сосредоточиться на этой идее. Первое. Второе, ты должен совершенно спокойно вести беседу с этим родственником. Поэтому вот в этой ситуации, то есть спокойно, деликатно, и подтверждая лабораторные данные, то есть если это гневный пациент, дать ему высказаться, то есть я должна выслушать все. И, конечно, спокойная вот такая вот беседа и выстраивание там вот, чего он больше боится, там, например, знаете, вот в этой ситуации, я, например, хочу поддержать вот тоже Максима, да, когда, например, пациент очень часто задает сам, ну вот, например, говорит, доктор, я умираю. И знаете, вот Сесилия Андерс, которая стояла во главе организации хосписов, вот в Лондоне она первой открыла хоспис, она определила три вот таких главных вещи. Побудь со мной, выслушай меня и помоги мне. Помоги, обезболивай, да, побудь со мной и выслушай меня. Вы знаете, когда он задает вопрос, я умираю, в этой ситуации нужно совершенно спокойно, то есть выслушать, присесть и понять, что это пациент, который хочет просто эмоционально с тобой поговорить. Знаете, поэтому ты должен в этой ситуации, есть определенные правила, не смотреть на часы. Если у тебя нет времени, никогда лгать нельзя пациенту. Если у тебя нет времени, пожалуйста, говори, что я вижу, вы хотите со мной поговорить. То есть очень просто разговор-то не о смерти, вот совершенно правильно, это просто эмоциональный такой. Давайте завтра перенесем эту беседу и завтра с вами. Или всё, ты отключаешь телефон, не смотришь на чешей, начинаешь беседу. Не бояться этого всего, знаете, это самое главное, наверное. Не бояться понять, какие чувства он испытывает. Я понимаю, что вы испытываете вот эти чувства. Давайте поговорим. То есть быть вот с ними на одной вот этой волне. Вот и всё. Это деликатность обязательно, знаете, и это милосердие. — Больше, да, милосердия, конечно. Спасибо большое. И комментарий к нам пришёл в чат. Естественно, большое спасибо за… Очень нравится формат мероприятия. Большое спасибо, что цените нас. И комментарий верно сказано, что очень тонкая грань почему-то в настоящее время обратила внимание, что пациентам тактильных контактов очень не хватает. Порой, осмотрев просто пациента в глазах, видишь радость и слёзы, спрашивают, почему слёзы на глазах. Отвечаешь, знаете, доктор, за три месяца моих скитаний по врачам. Вы первые, кто меня действительно посмотрел, обычно просматривают только исследования. Я была поражена от таких слов пациента. Очень часто бывает, когда такие пациенты, как наши, приходят от головошейной с запахом распадающейся опухоли и прочее, удивляются тому, что мы осматриваем и ротовую полость, зону опухоли, убираем пластырь, повязочку, смотрим, что происходит с раной, осматриваем полностью пациента. И очень такое трепетное отношение сразу появляется в глазах пациента. Поэтому тот, кто написал, я с ним соглашусь. И, конечно, очень важно. И видите, как это затронуло наших слушателей, поскольку это очень важно. И, Максим Андреевич, ещё хотел бы задать вам вопрос по поводу, вы не ответили на вашу позицию именно в тактильное отношение, контакт пациента при касании. Скажите, пожалуйста, как вот ваше мнение? Я, пожалуй, соглашусь с тем, что предложение должно исходить от доктора, но только если пациент принимает это. То есть быть навязчивым – это недопустимо. Спасибо большое. Большое спасибо. Напоминаю, что мы завтра будем на этом же сайте, можно посмотреть. Хотелось бы сказать о том, что у нас обязательно будет форум «Белые ночи». И у нас в планах есть провести эту конференцию. Мы, конечно же, приглашаем Екатерину Николаевну. Большое вам огромное спасибо за то, что вы сегодня приняли наши к сами участия. И видите, сколько вопросов. И такой отклик действительно очень важен. Конечно, с коллегам своим, IT-службе, которая сидит с нами и помогает, и очень трепетно ко всему этому относится. И каждый вопрос, не успеешь прочитать вопрос, уже лежит ответ у меня по поводу организации. Огромное спасибо. Хотелось бы сказать о том, что мы не завершим, конечно, сегодня эту тему, поскольку она очень важна. И, как видите, очень интересен первый формат. Второе – очень интересно много направлений. То есть мы сегодня обозначили для себя, я, например, для себя вынесла, как понимать и разделить, и какие мы будем вопросы в следующий раз разбирать. И, конечно же, у нас впереди еще такие вебинары на эту же тему. Мы будем выбирать вопросы. Я думаю, что мы сможем выбрать у нас на сайте тоже, возможно, прислать. Я призываю, кому интересно, пожалуйста, можете какой-то вопрос задать, и мы разовьем эту тему и откроем вебинары именно по этой тематике. Ну и в «Белых ночах» тоже мы планируем провести такую небольшую конференцию, именно связанную с общением. Тоже приглашаем всех к участию. Ну и хотела бы сказать о том, что могу, вот с учетом того, что мы все-таки завершаем вебинар. Екатерина Николаевна, вам, пожалуйста, мы прощаемся, но вы скажите свое слово, пожалуйста. Спасибо огромное, Замира Ахмедовна, спасибо коллеге, спасибо участникам, спасибо маме Господу Богу. В общем, спасибо за участие в этом вебинаре. Я думаю, что он прошел очень живо, очень неформально, как должно проходить подобного рода встречи. Я думаю, что по каждой теме, контакт ли это с пациентом, отдельно ли тактильные контакты, особенно с сообщением диагноза или суициды, это огромное поле. Мы сегодня обозначили лишь некоторые отдельные моменты. У меня остается чувство завершенности, что свидетельствует о том, что любая работа, конечно, все, что имеют начало и имеют окончание, то, что любая работа, она проведена вполне качественно. Спасибо огромное коллегам, было очень интересно. И спасибо большое. Спасибо большое, Максим Андреевич, Вы можете тоже парочку слов к нам. Спасибо большое, было очень интересно, и я очень рад, что эта тема набирает актуальность и то, что она вызывает интерес. Спасибо большое, Максим Андреевич, за выступление. Алла Алексеевна. Большое спасибо за приглашение, несмотря на то, что столько лет работаю в этой сфере, все равно учусь, учусь. И сегодня очень многое подчеркнуло для себя, несмотря на то, что большой клинический опыт, где-то, наверное, ошибалась я, где-то, то есть я не имею такого специального образования, поэтому я был представитель такого, по-простому, что называется. Спасибо огромное. Очень приятно. Спасибо. Спасибо.